всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл выйдет этот выпуск и я знаю что вы ждете давид но какой там выбор телефонов какой ретро давай про п30 давай про п30 про от huawei но обзор полный на эти телефоны будет несколько позже вы меня часто пишите давид давай еще обзоры на ретро телефоны в этом выпуске я решил поделиться своим опытом телефонов которые первый телефон у меня появился в 2000 или в 2001 году сотовый обычный я сейчас коротко расскажу какими марками я пользовался чем я пользуюсь сейчас на данный момент какие телефоны я сам себе покупаю и какие планирую ближайшее время купить итак приятного просмотра погнали первый мой телефон был philips genius это была красного цвета трубка с выдвижным язычком микрофон там был и выдвижной антенной когда я его купил я купил бушный мне тогда было 21 наверное год 22 20 79 года рождения легко посчитать и денег конечно был немного поэтому телефоны стоили огромнейших денег они только-только начали появляться я прекрасно помню начал нулевых мы они появились конца 90-х уже у так называемых новых русских богатых людей они уже были опять же очень редко у обычных людей москве даже они встречались крайне редко и году только к 2000 наверно пятому шестому стали почти у всех так вот у меня был этот genius у него была батарейка которую заряжать нельзя было просто так как современные телефоны никель-металл гибридная если не ошибаюсь но речь не об этом был был попользовался я им мне звонить особо некому было забыли потом четкое воспоминание у меня был к 300 это уже год наверно 2004 что до этого было я не помню после этого я купил еще трубку еще но как-то они прошли мимо его сознания да помню одно время я ходил с сименсом барабанная дробь а-35 ребят это было конечно у меня было очень мало денег у меня были в жизни периоды когда денег было не то что много но достаточно когда было не очень много совсем и вот когда не было денег мне нужен был телефон я взялся и 35 новенький он стоил недорого я уж не помню мне даже не было вибро звонка это было черно-белая мобилка она была дико популярна единственное что более всем известно это nokia 3310 у меня никогда не было к сожалению так получилось после этого у меня были телефоны очень мой любимый телефон я назову свои любимые телефоны это nokia 3510 с приставкой ай я пользовался и наверно года полтора два в те годы не так часто менялись телефоны там был малюсенький экран но он был цветной там не было камеры никакой но там было космическое качество связи я когда делаю обзор на ретро телефоны и на nokia 3510 есть обзор ссылка будет на него под видео я купил такой сейчас я купил его и он лежит ребята там батарея держала 4 5 дней при том ты постоянно им пользуешься можешь смс созвонить читать книги а книги тогда не скачивались из-за того что на этот телефон там памяти было какие-то мегабайт или килобайты в то время но там можно было онлайн по-моему какой-то сайт был типа фан что альфайн что-то такое и открывать онлайн нажимаешь читаешь по страничке на таком экранчике книги я читаю с 2003 года на телефонах но речь не об этом самое главное хочу донести что я даже когда тестирую телефоны там нет 3g хотя 3g появилась еще в nokia n70 возможно и раньше с x1 возможно 3g был но я уже не помню но в nokia n70 2004 год уже 3g было так вот она 2g ну блин настолько хорошо этих ретро трубках слышно все вы не представляете намного лучше чем телефоне современным за 50 за 8 тысяч я не знаю чем прикол может там динамики огромные что-то еще но факт остается фактом связь отличная немножко проскочу вперед перед у меня были разные телефоны был камера фон nokia были nokia разные но основной были на мои любимые n70 n73 вот эту который называл 3510 а чем у меня еще было потом поздний телефон был у меня сенсором я уж как-то он мимо меня прошел уже но это был уже год 9 sony ericsson of очень много было к 800 к 800 10 к 790 к 850 у которого нижняя часть была сенсорная то есть они тогда не думали делать сенсорный телефон они нижнюю часть экрана это был камерафон вообще по моему с 5 мегапиксельной камеры первой в мире 2007 год всеми меня пользовался 30 к 300 не 310 не 320 к 300 2005 год у меня было два один из них я потерял а второй купил точно такой же и это было конечно круто по тем временам sony ericsson это были очень технологичные молодежные телефоны мой любимый телефон я перед выпуском думал вы очень удивитесь но мой любимый телефон сейчас который пришел на ум это sony ericsson vivos я на нем начинал свой канал точнее начинал я канал снимать на sony ericsson life по моему назывался телефон маленький тоже потом через полгода купил vivos и на vivos я снимал обзоров наверно 40 30 или 40 я считал когда канал начинался много лет назад уже я на него снимал держа его в руке vivos это был крутой телефон на simbian до android еще но был очень не android уже появился но еще только-только он был очень крутой единственное что мне там не нравилось это экран он полностью уничтожался там не было защитного стекла это было жесть конечно но vivos у меня есть я купил его новый года три или четыре назад году 14 наверное значит он у меня новенький лежит дома я его периодически заряжаю это вот для истории из более-менее современных телефонов как вы знаете я пользуюсь сяоми покупаю сам за свои деньги пользоваться пока фоном даже сейчас у меня вот я делал выпуск с пандао покупал с пандао все там достаточно жестко у меня произошло выпуск тоже есть но главное товары все пришли мимикс 2 с пользуюсь но у меня он уже поднадоел честно говоря возможно телефон какой-то сменю какой пока не решил чем еще подел самсунгом пользовался и galaxy s 5 и galaxy s 3 в свои времена пользу с lg пользовался g4 g6 на g6 совсем мало htc пользовался немножко и из последних конечно не спасли к что купить ближайшее время мне вот реально понравился galaxy a 50 пусть он пластиковый но там пусть но мне понравилась широкоугольная камера то я как второй телефон с большой долей вероятности возьму куплю сам galaxy a 50 samsung я гром пластиковый ну блин там даже две сим-карты карта памяти это не так сильно нужно но у меня бывает ситуации летом ходишь в шортах и с собой не берешь даже ничего два телефона мне просто необходимы один для всех в личный телефон 2 может сказать рабочий и мне удобно когда я две сим-карты то что она карта памяти я тоже пользуюсь у меня там сезонные какие-то сериалов типа этого хайзенберга это удобно ну вот реально подумаю что касается телефона основного я пока не решил я как и вы также мне жаль отваливать кучу бабок за там от 40 тысяч это очень много я считаю за флагман пусть флагман я не знаю что я себе возьму поэтому вопрос пока открыт но тоже это вряд ли будет какой-то телефон который новинкой который стоит огромных денег поживем увидим но такой хотел сделать короткий но получился наверно достаточно долгий ролик суть в том что хочу сказать я пользовался разными марками телефонов кроме айфона айфон я только брал явно 9 9 дней меня хватило максимум это ролик три года назад снят я просто не могу им пользоваться ну не буду сейчас его хейтить ничего на роликов кто меня смотрит знает на канале периодически выскакивать плюс смейтесь не смейтесь но я играю тот же папка мобайл а чё ещё делать когда едешь например долго и для меня важно чтобы процессор тянул его на лучше на максимальных поэтому я рассматриваю либо флагманы либо даже для меня там уже 675 или старенький 660 и какие там еще вот середнячки уже не устраивают уже либо флагман либо прошлогодний флагман лучше современный поэтому выбор не такой большой для основного телефона на этом у меня все если вам нравится то что я делаю ставьте лайк если не нравится то дизлайк пишите темы для новых видео о чем вам интересно было бы послушать ретро телефоны выпуск будет вернусь и что нибудь еще сниму будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем даю счастливо